Мужской баскетбольный Енисей продолжает домашнюю серию встреч регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. На этот раз соперником нашей команды станет Рижский ВЭФ. Также на экраны вышел триллер, основанный на реальных событиях с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Куда еще можно сходить и как с пользой провести время, узнаем прямо сейчас в рубрике Афиша. После уверенной победы над Астаной выходом в плей-офф Красноярский баскетбольный Енисей встретится с многократным чемпионом Латвии Рижским ВЭФ. Победа в этом поединке позволит команде Олега Акулова обойти латышей в турнирной таблице и занять шестое место. Самое высокое в турнире Единой Лиги ВТБ за всю историю Красноярского Енисея. Напомню, в январе соперники уже встречались в Риге, тогда в упорном поединке со счетом 84-81 победили хозяева. Прикладывать максимум усилий, защите, нападение, действовать от того, что скажет тренер, выполнять все его действия. Известный журналист Владимир Владимирович Познер приедет в Красноярск. Многократный лауреат премии ТЭФИ, ведущий Первого канала, представит уже ставшую бестселлером автобиографическую книгу «Прощание с иллюзиями». Он расскажет о себе и своих проектах, о создании совместного с Иваном Ургантом цикла популярных передач «Одноэтажные Америка, их Италия» и «Тур де Франс». Также Владимир Владимирович поделится творческими планами и, конечно, уделит должное внимание общению с аудиторией. Остросюжетный триллер, основанный на реальных событиях. В 2002 году в небе над Боденским озером произошла катастрофа, которая унесла жизни более 70 человек. На большие экраны вышла лента «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером. Актер играет россиянина Виталия Калоева, у которого в самолете была вся семья – жена, дочь и сын. Потеряв самое дорогое, главный герой преследует лишь одну цель – посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поисков приводит Романа к авиадиспетчеру «Полу». Им ядерный бомб предсказала Ванга. Хип-хаус, бэнд «Грибы» взорвал в этом году все социальные медиа-сети, стал сенсацией и очень громко заявила себе. Андеграундная рэп-группа из трех солистов впервые приезжает в Красноярск. Треки ребят удивительным образом всего за сутки становятся хитами. Интро-копы и самая популярная сейчас песня «Тает лед» звучит буквально из каждого авто и телефона. У зрителей седьмого канала есть шанс попасть на концерт новоиспеченных звезд. Для этого нужно зайти в нашу группу в социальной сети ВКонтакте и выполнить условия розыгрыша. Помните, выходные нужно проводить с пользой и удовольствием. Так что планируйте свой досуг правильно и отправляйтесь за новыми впечатлениями. Анна Игнатенко, Павел Иваницкий, Евгений Шестаков, Седьмой канал.